Уже очень давно учёные со всего мира задумывались о том, чтобы построить надёжные космические корабли для освоения космического пространства и колонизации планет Солнечной системы. Благодаря развитию технологий в наше время эти мечты уже совсем скоро могут стать в реальности. Учёным уже удалось создать ракету, на которой можно не только летать, но и безопасно приземлить на поверхности Земли. В Солнечной системе есть не так много доступных для нас планет, которые мы могли бы колонизировать. Большинство из них не подходят нам из-за своих параметров атмосферы, отдалённости от Солнца и многого другого. На данный момент ближайшие планеты, схожие с земными показателями, являются планеты Марс. На Марсе есть атмосфера. Сутки здесь длятся 24 часа 39 минут, а год длится 687 дней. На Марсе есть огромное количество месторождений, полезных ископаемых, в том числе медь, железо, золото и многое другое. При всём при этом, жизнь на Марсе будет достаточно суровой из-за пустынной местности и слабой атмосферы, которая практически не задерживает радиацию из космоса во время солнечных вспышек. Учёные, учитывая все эти факторы, уже создают прототипы научных станций, которые планируются построить на поверхности Марса во время колонизации. Прежде чем построить колонию на Марсе, людям придётся сначала создать посадочные площадки, установить оборудование для добычи воды и многое другое. Скорее всего, первые корабли будут служить в качестве жилищ для астронавтов. И так, за несколько лет люди смогут построить достаточно большую колонию, в которой будет комфортно жить и проводить сельские работы. Существует также теория о том, что люди смогут жить на Марсе без специальных защитных костюмов с помощью технологий, которые реформированы, где предполагается растопить ледяные шапки Марса, что позволит впоследствии создать более плотную атмосферу на планете. Субтитры создавал DimaTorzok